Здравствуйте! В эфире передача День за днём. С вами в студии Алина Сазонтова. 7 ноября в России отмечается памятная дата – День Октябрьской революции. В этот день, в 1917 году, в Петрограде произошло вооружённое восстание. Оно закончилось взятием Зимнего дворца, арестом членов Временного правительства и провозглашением власти Советов, которое просуществовало 70 с лишним лет. До 1991 года этот день был главным праздником СССР и назывался Днём Великой Октябрьской социалистической революции. Ну а что интересного произошло в нашем городе, узнаете прямо сейчас. Смотрите сегодня в выпуске. Единстве народов – великая сила. Десногорцы отметили национальный праздник. Инженерные сети сплатируются в нормальном режиме. В администрации города состоялось плановое оперативное совещание. Просто веление души. Тут даже не объяснить слова. Десногорцы прикоснулись к мощам преподобного Арсения Каневского. В этот праздничный день, день юбилея, хочу выразить огромные слова благодарности всем своим наставникам. 30 лет образовательного созидания. Четвертая школа отметила юбилей. А теперь об этих и других новостях подробнее. В 2019 году в Смоленской области сохранится финансирование всех основных государственных программ. Все расходы потребуют жесткой экономии, потому что львиная доля средств государственной казны приходится на здравоохранение, образование и социальную сферу. Более 120 миллионов рублей планируется направить на обеспечение законности и правопорядка. Почти 320 миллионов будет выделено на меры безопасности дорожного движения. Депутаты приняли активное участие в обсуждении законопроекта в первом чтении. В области принимаются дополнительные меры по наполнению доходной части бюджета. Среди них – борьба с серыми зарплатами и вывод из тени малого бизнеса. Эта проблема актуальна и в целом для России. 4 ноября отмечается День народного единства. Этот праздник призван объединить всех людей, независимо от их рода деятельности и вероисповедания. В России проживают более 180 различных наций. Десногорск также собрал воедино разные народы. А поспособствовало этому строительство Смоленской атомной станции. Как отметили праздник в нашем городе, смотрите в сюжете. В воскресный вечер танцевальный зал Центра культуры и молодежной политики был полон зрителей. С поздравительными словами выступили представители администрации и духовенства. «Мы должны быть людьми, народом, семьями, которые готовы, если нужно, если родину позовет, или просто рядом кто-то будет нуждаться, не оставаться равнодушными. Тогда это будет великая сила наша, которая будет можется и крепнуть, и созидать наш народ действительно могучим и великим. Всех вас поздравляю с праздником». Зрителям дарили хорошее настроение творческие коллективы Центра культуры и молодежной политики. Студия эстрадной песни «Ренессанс», ансамбли «Калибри», «Сударышки», «Вольная станица», «Хор Ивушка». Благодаря многонациональности России у каждого есть уникальная возможность прикоснуться к культуре и искусству разных народов. И главное, что их объединяет – это любовь к родному дому, родине, которая воспета в песнях и стихах. «Песня знакомая, растеребит сердечно душу мне, и кругу за столом вся родня моя». Праздничный вечер оставил у десногорцев только положительные эмоции. «Хороший концерт, я очень довольная. Конечно, почаще надо такие мероприятия, честно скажу». «Это повод, чтобы немножко осмыслить свою жизнь, объяснить моим детям, что все-таки мы должны быть патриотичны к родине, дружны и толерантны, можно сказать, к другим народам». Завершился праздник чайпитием и зажигательными танцами. Алина Сазонтова, Виталий Степанов, Александр Ерофеев, Десна ТВ Наблюдается ли рост заболеваемости? Какие культурные события ждут Десногорск на этой неделе? И в каком режиме работает коммунальная служба? Эти и другие вопросы обсуждались на совещании с главой города. За прошедшую неделю в скорую помощь медико-санитарной части поступил 191 вызов. Простудные заболевания зарегистрированы у 251 жителя. Несмотря на этот показатель, рост заболеваемости пока не наблюдается. В Акушерском отделении родились четыре младенца. В ходе совещания обсуждались и вопросы жилищно-коммунального хозяйства. «Инженерные сети эксплуатируются в нормальном режиме. Нарушений эксплуатации по многоквартирным домам и соцобъектам нет». В ноябре Десногорск ждут интересные культурные и спортивные мероприятия. «С 9 по 11 ноября в здании ФОК Десна состоится 16-й межрегиональный турнир по боксу, посвященный памяти заслуженному энергетику Российской Федерации Крылова. 9 ноября все жители и гости города в 14.30 приглашаем на торжественное открытие». Также Анна Королёва напомнила о том, что в городе проходит акция «Я – доброволец». Десногорцы могут сдать одежду, обувь, детские книги и игрушки в помощь малоимущим семьям. Дополнительную информацию можно получить по телефону 3-25-04. В многоэтажке под Смоленском прогремел взрыв. По предварительным данным, взорвался газ в одной из квартир на шестом этаже в новостройке в Пригорском. Четверо жителей пострадали. Люди получили ушибы и травмы. Ударной волной выбило стекла в окнах квартиры и повредило балкон. В кладке дома образовалась трещина и были разбиты припаркованные во дворе автомобили. На месте сейчас работают пожарные, полицейские, спасатели и следственная группа. Площадь обрушения – около 300 квадратных метров. 2 ноября в храм Стефана Великопермского прибыла святыня, которая не покидала свою обитель 625 лет. Православные десногорцы могли душой прикоснуться к частице мощей преподобного Арсения Каневского и помолиться. Подробности смотрите далее. Под торжественный звон колоколов христианская святыня прибыла на Смоленскую землю для поклонения и духовной поддержки верующих. В этом году Архимандрит Каневского монастыря владыка Игнатий дал свое благословение, чтобы частица мощей впервые покинула стены своей обители. В день прибытия святыни в храме был совершен молебен. Как говорили древние отцы преподобные, кто не слышит чуждые стоны, тому не помогут ни посты, ни поклоны. А потому единственный шанс, чтобы нас услышал Господь, это иметь доброе, милостивое, отзывчивое сердце. Смоленщина и остров Каневец тесно связаны между собой. Преподобные Зосима и Василийск, которые начинали свой путь в Ростольских лесах, были учениками Арсения Каневского. Вот это событие, этот юбилей, и он важен не только для Каневца, не только для Святой Руси, но для нас особо близок, потому что это обитель, родственная нам, родственная нашей обители, родственная нашей земле и нашей епархии. Преподобный почитается как покровитель моряков. Однажды он спас старца Моисея с рыбаками. Несмотря на это, Арсений Каневский помогает всем, кто испытывает нужду и беды, всем, кто обращается к нему с молитвами. В течение нескольких дней десногорцы могли прикоснуться к мощам преподобного. У каждого была своя причина, которая направляла их в Божий храм. Я молюсь за своих детей, у меня два сына, племянник есть, маленький Артемий, тоже за своих близких, родных. Всегда прошу Господа, чтобы милостив был к нам. Что-то в душе такое, захотелось просто прийти, действительно встретить. В нашем городе, ну, все-таки не часто бывают такие вот события. Поэтому вот просто веление к душе, тут даже не объяснить слова. 4 ноября христианскую святыню перенесли в собор иконы Божией Матери, всех скорбящих радость. А 6 ноября ковчег с мощами отправили обратно в святую обитель на Ладоге. Ирина Наруматова, Александр Ерофеев, Деснатовая. А поклониться мощам святой Матроны смоляне могут в церкви Иоанна Листвичника. Святыня из Элисты прибыла на Смоленщину в начале октября и пробудет в областном центре до 10 ноября включительно. После чего мощи перевезут в другой регион. Московская Блаженная при жизни прославилась пророчествами и исцелениями. Практически каждый человек начинает свой путь в большую жизнь именно со школы. Это то место, где у детей начинает формироваться характер, закладывается основной фундамент знаний. Здесь незаметно пролетают года, но время, проведенное за школьной партой, навсегда останется в сердцах учеников. А стены школы помнят всех, кто учился и трудился. И у каждой школы есть своя значимая дата. Подробности далее. 2 ноября свой 30-летний юбилей отпраздновала средняя общеобразовательная школа номер 4. Праздник прошёл в актовом зале в тёплой, по-настоящему дружественной атмосфере. Торжество посетили ветераны педагогического труда, выпускники, почётные гости. Глава города Андрей Шубин выразил слова благодарности учителям за их бесценный труд. Дорогие педагоги, бесконечное уважение вызывает ваше бескорыстие, терпение, любовь и доброжелательность людей. Дорогие ученики, любите свою школу, уважайте и чтите традиции. Горьтесь всеми достижениями вашей школы. За 30 лет школу окончили почти 23 тысячи ребят. За это время выпускникам было вручено 122 медали – золотых и серебряных. В этот день педагоги радушно встречали в школе выпускников прошлых лет. От них учителя получили много тёплых слов в свой адрес. Учитель русского языка и литературы Татьяна Коцобова работает в школе с 1993 года. Эту профессию она выбрала не случайно. Решила я стать педагогом ещё в раннем детстве, потому что я воспитывалась в семье педагогов. У меня мама – учитель русского языка и литературы. Учитель английского языка, сестра двоюродная, дядя мой – учитель физики и математики. Поэтому другой профессии я не видела, не знала. Поэтому легко определилась с выбором профессии. В завершении торжества учителя подготовили невероятно трогательный и душевный подарок. Ждём вам привет, долгих вам добрых лет. Дружно живите, школу любите, сил вам идей побед. Алина Сазонтова, Виталий Степанов, Александр Ерофеев, Десна-ТВ 6 ноября в культурно-выставочном центре имени Тенишевых открылась выставка цифровых репродукций «Абстракционизм. Малевич и Кандинский». Абстракционизм – сравнительно молодое направление искусства. Годом его зарождения официально признан 1910 год, когда художником Василием Кандинским было выставлено первое абстракционистское полотно в технике акварелии. Абстракционисты берут в качестве основы для создания работ простые и сложные формы, линии, плоскости и играют с цветом. Выставку можно посетить до 9 декабря. И коротко о погоде. 8 ноября будет пасмурно, днём плюс 6, ночью минус 2. На сегодня это вся информация. Всё самое актуальное и интересное вы можете найти на сайте desnadefistv.ru. С вами была Алина Сазонтова. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин